Привет, Тулечки! Я сейчас позавтракала, а у мужа конференция, и всё стоит и остывает, и жалко, всё так вкусненько. У меня почему-то в последнее время очень какое-то такое желание прям красиво сделать завтрак, или там красиво, ну подать просто красиво. Вот думаю, есть возможность, время же есть, да, думаю, а почему мы вот так вот всё в попыхах как-то, почему не сделать, там помидорку порезать красиво, на тарелочку положить, там, или ещё что-то. Я не говорю там про какие-то там непонятные продукты, там, всё просто, но просто красиво оформить, на тарелочке всё положить, и мне кажется, это так будет приятно есть, и вообще просто, ну как, не знаю, это мне так кажется. Просто занятие себе ещё. Вчера дочка, говорю, а она привезла там вещи зимние и, ну, от друга, и говорит, ну, что они просто ей там не нужны, и, короче, я это, ей предложила, говорю, давай постираю. Она говорит, да ладно, я сама. Я говорю, ну, как хочешь, говорю, я настаивать не буду, я теперь так отношусь. Я предлагаю, ну, то есть, если я знаю, что я смогу это сделать, я предлагаю один раз. Если мне говорят, нет, не надо, я говорю, без проблем, не хочешь, как хочешь, мне несложно, но не надо, так не надо. Она говорит, ну, постирай. Короче, методом от обратного. Вот, и тоже, кстати, совет, если чувствуете силу помочь, предложите, не из вежливости только, пожалуйста, то, что вы себя чувствуете, что вы можете помочь, только в этом случае. А из вежливости этого делать не нужно никогда, потому что на вас могут так навесить, что потом не разгребёте. Вот, а тут я вижу, что мне просто надо вещи отнести в машинку, то есть, это ничего сложного. Вот, и... А про чё я говорила? Я теперь забыла, чё я хотела сказать. Блин, кошмар, отвлекаться вообще нельзя. Так вот. Всё, мысль ушла. Надеюсь, вернётся. Запишу тогда потом. Ой, кошмар какой-то. Видите, какая жизнь весёлая. Болеешь на всю голову и на всё остальное тоже. Я не могу. Когда мне муж делает замечание, это прям вот очень классный аргумент сказать, если, например, там, ну, что-то я там забыла или не сделала, или он мне говорит, почему ты это не делаешь. Я говорю, я больная. Так серьёзным видом делайте. Он понимает, что это шутка, но как... Как бы доля шутки, точнее, да, остальное всё правда. Просто пытайтесь как-то развеселить себя и окружающих, и тогда, мне кажется, легче. Даже в тяжёлых ситуациях становится легче. Блин, ну какую-то мысль хотела сказать, теперь не помню. Начинаем гибискус цвести. Ещё, правда, немножко совсем. Но бутончиков очень много, и когда зацветёт весь, конечно, он будет очень красивый. А тут вот какая вкуснота поспевает. Вон какие ягоды огромные. Крупные и вкусные. Сижу и думаю, а что же я в комнате-то? Погода хорошая. Надо убраться опять в очередной раз на террасе, потому что магнолия, вот это вот, конечно, красивое дерево, но оно должно расти не в саду. Ну, прям, если вам нравится магнолия, сажайте её в палисаднике перед домом, но никак не в саду, с неё столько мусора. Вы будете только выгребать и выгребать. В общем, в очередной раз всё подмела, протёрла немножко, и вот села, и буду здесь вязать. Здесь, во-первых, и свет как-то мне больше нравится. Такое, знаете, вот солнечное освещение. Казалось бы, оно не такое яркое, да? И всё равно. Я вам козырёк сделала, чтобы у меня тут ничего не падало. У нас что-то вроде какие-то тучки. Ну, в общем, я хотела сказать про солнце-то, что оно не такое яркое, но всё равно как-то вот оно лучше светит, чем домашнее освещение. В общем, нашла себе занятие, буду сидеть тут наслаждаться. Видите, птичка там скачет и не боится. Филюша за ним наблюдает. Это скворец. Девочка. Филюшенька, балдеешь? Хорошо тебе? Не разговаривает. Важный. Это называется, попу поднял, место потерял. Сидела тут спокойненько, вязала. А потом пришла Матрёна Ивановна. Луна, это разве нормально? А мне куда сесть? М? Луна, мне откуда садиться? Скажи, а мне пофиг. Следит за жизнью. Луна чувствует, что я её снимаю и сразу уходит. Важный, ушла. Точнее, идёт опять ко мне. Мы тут, в общем, весь день так и провели. Натирайся. Вот хвост. Вот она. Луна, расскажи, как тебе день прошёл? В общем, день прошёл хорошо, спокойно, всё душевно. Чего и всем вам желаем, потому что снимать вообще сегодня нечего. У меня то пусто, то густо. Вчера там урезала видео, убирала лишнее. Думаю, ну, как-то сильно длинно получилось. А сегодня вот даже и рассказать нечего. сижу и смотрю видео и что-то наслаждаюсь природой, погодой, потому что погода чудесная, хотя у нас 27 на солнце, ну, вот, на улице, да, а не чувствуется. Видимо, то, что я в тени, немножко ветерочек, и прям чудесно, так приятно. И думаю, что я так раньше не делала? Короче, выходите почаще на улицу, даже просто погуляйте, то хорошо, потому что лето, оно уже сегодня 22 июля, это уже вообще в голове не укладывается. Остается еще месяц лето, вот, и надо им насладиться, прям, чтобы потом вспомнить можно было. Вот такие вот дни приятные, душевные, хотя я даже не общалась ни с кем, ничего все равно так хорошо, видимо, от этого спокойствия хорошо. Вот, и вам этого тоже желаю. Желаю вам всего самого-самого доброго, чтобы все у вас было замечательно. и вам, спасибо. Спасибо.